Одну третью всей жизни человек проводит во сне. Разве он настолько важен для нашей жизни? Так и есть. Ведь когда мы спим, наш организм отдыхает и восстанавливается. Нормализуется работа внутренних органов, от мозга, сердца и легких, до иммунной и нервной систем. Ложиться вовремя и выбирать удобную кровать – одни из важных правил для бодрого пробуждения утром. Но нередко так получается, что человеку может присниться страшный сон, а после пробуждения он может столкнуться с неприятным чувством – сонным параличом. По международной классификации болезней ночные кошмары относятся к группе расстройства сна неорганической этиологии. Психиатры и психотерапевты акцентируют внимание на важность проблемы в 21 веке, когда ночное бодрствование участилось не только у взрослых, но и у подростков. Не всегда причины кошмаров связывают только с бессонницей и ночной активностью. Плохой сон обычно связан с неврозами, с хроническими неврозами, с депрессиями и с дисфункциями организма, желудка, сердца, которые приводят к дискомфорту. Особенно тогда, когда недостает кислорода, воздуха во время сна. Отсюда возникает вот такой образ уже. Сначала физическое состояние появляется, на основе него рождается соответствующий образ. А не наоборот, приходит образ и он вызывает всякие уже состояния. Нет, сначала физическое состояние. И под него уже подстраивается к картине. Ночные кошмары негативно сказываются на психическом и физиологическом здоровье человека. Еще больше проблем приносят регулярные и частые страшные сны, которые могут вызвать целый спектр разных отклонений. От чрезмерной усталости, сонливости и нарушения концентрации внимания до панических атак, депрессий и суицидальных мыслей. Последнее связывалось с нарушением химических процессов в мозге и психологическим напряжением человека. Врачи рекомендуют в таких ситуациях вырабатывать правильную гигиену сна, которая поможет нормализовать психическое состояние. Но если все усугубляется и кошмары продолжают сниться, то в таких случаях уже необходимо обращаться за помощью к психиатрам. Решить эту проблему можно только благодаря психотерапевту, благодаря тому, что человек начнет либо сам, самопсихотерапией заниматься, какие-то пункты обозначат, которые бы позволили ему уменьшить ключевые причины невроза, депрессии. Только на этом основании. То есть необходимы специалисты, психотерапевты или психологи, или самопсихотерапия. На основании прочитанного, на основании интернета, на основании книг. Некоторым удается с помощью самопсихотерапии. Слава богу, что в интернете информации достаточно. Здоровый сон – залог продуктивного дня и хорошего настроения. Специалисты утверждают, что с кошмарами можно бороться, если выработать несколько полезных привычек, гулять в день хотя бы 30 минут, не есть тяжелую пищу перед сном и не пить кофе. Это немногие правила, которые помогут вам избавиться от кошмаров и ночью спать спокойно. Николай Асуховский, Фарид Захитоглы, Универньюс.